Деяние апостолов, глава 25. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из уйдеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражу и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесария. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Павел сказал, я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал. Ты потребовал суда Кесарева, Кесарю и отправишься. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти и, как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас, и особенно пред тебя царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. Книга Откровения, глава 14 И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они не порочны пред престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племене, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вино блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру во Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на 1600 стадий. Книга Исфири, глава третья «После сего возвеличил царь Артаксеркс Аммана, сына Аммадафа, Вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланились и падали ниц пред Амманом, ибо так приказал царь. А Мардахей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, который у царских ворот, Мардахею, «Зачем ты приступаешь, повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Амману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове свое Мардахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардахея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардахей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардахеев. И сделал совет в первый месяц, который есть месяц Ниссан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицом Аммана, изо дня в день и из месяца в месяц. Чтобы в один день погубить народ Мардахеев и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. Снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа Вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману, отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно. И призваны были песцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью. И князьям у каждого народа в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Псалом 114. Аллилуйя! Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. Преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господня к Господе, избавь душу мою. Милости в Господе праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных, я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господнем на земле живых. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok